Девушки отдыхают 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 во рту, но организм уже при одном виде сладкого фрукта на всякий случай уже вырабатывает слюну. Такая реакция и называется условным рефлексом. Понятно. Вот у петуха выработался условный рефлекс – подпрыгивать, когда слышатся звуки музыки. Петух с этой привычкой родился? Конечно же нет. А кто сформировал эту привычку у птицы? Люди, которые решили разбогатеть за счет дрессированного петуха. Петух по собственной воле пляшет? Нет. А чья это воля? Это воля корыстных и злых людей. Бедный петух скачет, а у хитрецов денег становится больше. Да. Нечто похожее происходит и с отравляющимися людьми. Словно дрессированное животное, они выполняют чужую волю. Но кто их дрессирует? Как это происходит? Давай подумаем. Уже сотни лет известно, что алкоголь и табак – опасные яды. Они вредят живым существам в любом количестве. Отравляющиеся люди отдают за яды деньги, слабеют и глупеют, болеют и даже погибают. Тысячи бед приносят самоотравление в жизнь отдельного человека, в жизни миллионов семей и всего общества. Да, дедушка, это так. Но, несмотря на такие ужасные последствия, многочисленные источники информации постоянно распространяют ложь об этих веществах. Привычка отравлять себя выставляется как нечто, само собой разумеющееся. Как важная традиция, без которой человечеству не обойтись. Людей таким образом программируют на самоотравление. Ух ты, как роботам программу закладывают. Да, можно и так сказать. Им внушают, что яд веселит или успокаивает, бодрит или расслабляет, что он бывает качественным и некачественным. А еще постоянно говорят, что алкогольные изделия – это особый пищевой продукт. Только подумай, насколько это странно и нелепо. Яд называют едой. Отравляться им приучают в меру. Мол, если по чуть-чуть, то ничего плохого и не случится. Да, и правда странно. Заблуждения эти существуют давно. Многие из них пустили глубокие корни в нашей культуре и в обычаях. Вот почему миллионы людей легко их подхватывают и начинают отравлять себя. И не только себя. Вольно или невольно они учат этому тех, кто видит их пример. Турной пример заразителен. И хороший тоже. После приобщения к яду у человека постепенно вырабатывается условный рефлекс. При определенных условиях по сигналу нужно обязательно себя отравить. Петушок начинает танцевать, получая сигнал в виде музыки. И у каждого отравляющегося человека есть свой набор сигналов. Своя музыка. Возник перерыв в работе. И вот уже некоторые работники тянутся к табачной отраве. Называя это перекуром. Праздник на календаре. И на стол ставятся сосуды с ядовитыми жидкостями, содержащими этиловый спирт. Встретились старые друзья. И по этому сигналу пошли отравляться в специальное заведение. Бар. Со стороны кажется, что люди делают это сами. Но если хорошенько присмотреться и подумать, можно увидеть, что их выдрессировали. Словно того петушка. Дедушка, ну почему это происходит? Разве это честно и справедливо? Для чего два хитреца обманули петуха и приучили его плясать под свою дудку? Чтобы получать денежки, не слишком себя утруждая. Правильно, внученька. Ради легкой наживы. В нашем обществе есть те, кому выгодно, чтобы люди отравлялись. Производство алкоголя и табака обходится очень дешево. А продают эти яды по высокой цене, получая в десятки, в сотни и даже в тысячи раз больше денег, чем было затрачено на их производство. Вот это да! Да. В России прибыли таких дельцов исчисляются триллионами рублей в год, а в мире счет идет на сотни миллиардов долларов. Огромные денежища. Отнимать трезвость у людей оказывается очень выгодно для тех, кто этим занимается. Конечно. И часть этих шальных денег, такие, с позволения сказать, бизнесмены, охотно тратят на обман населения. Это не только реклама, но и фильмы, игры, книги, видеоклипы, стихи, песни, в которых самоотравление алкоголем и табаком подается как что-то хорошее и привлекательное. Да, я на вокзале слышала, как у одного парня в наушниках песни играла. Так там и всякие названия были, марки этих изделий. Даже реклама получается. И вот только представь, сколько подобной информации обрушивается на современных людей. А потом человек приходит в магазин и покупает яд, думая, что это его собственный выбор. Деда, даже игрушки и мультики для детей такие есть. Я сама видела. Да, внученька, с детских лет обманывают людей. И порой в этом обмане участвуют даже врачи. Люди в белых халатах, которые должны заботиться о здоровье каждого человека, иногда рассказывают о том, что у этилового спирта якобы есть безопасная доза, и что он даже может быть полезен для здоровья. Но разве их в медицинском институте не учили, что алкоголь с табаком яды? Учили, солнышко. Да только вот многие медики, как и другие люди, с детства обмануты. Для них это пусть и вредные, но допустимые привычки. И такие ложные убеждения оказываются порой в человеке сильнее научных знаний. Но почему правительство этого не остановит? В правительстве в основном такие же люди, с теми же самыми заблуждениями. Они считают самоотравление алкоголем и табаком обычным делом. К тому же те, кто производит и продает отраву, обладают большим влиянием на общество. У них огромные деньги. И они могут даже подкупать политиков для продвижения своих интересов. Вот же какие! Вот-вот. Преступления, несчастные случаи и аварии, жертвы или виновники, которых были отравлены, большая беда для любого общества. В тех странах, где табак и алкоголь перестали навязывать населению и продавать свободно на каждом шагу, все эти бедствия случаются гораздо реже. Везет им! Ну что же нам тогда делать? Как избавиться от этой напасти жителей нашей страны? Ну, для начала скажи, как освободить петушка? Перестать пытать его на сковороде, выключить музыку и забрать бедную птицу у злодеев. А, а с отравляющимися людьми как быть, как их спасти? Нужно уничтожить весь табак и алкоголь на планете! Ну, разве эти вещества в чем-то виноваты? Этанол – очень полезная техническая жидкость. Если его использовать как топливо или, например, для дезинфекции, от него одна польза. Помнишь, ты палец порезала, и тебе бабушка обработала ранку спиртовым раствором йода? Да, помню. Тогда надо запретить продавать людям яды для самоотравления. Ну, представь, моя хорошая, что будет, если людям не давать покупать отраву, никак этого не объясняя. Запреты вызовут раздражение и сопротивление. Многие будут считать, что их лишили чего-то хорошего и важного, что попирают их свободу. Значит, надо говорить им правду. Рассказать людям, как их обманывают, как отнимают трезвость, как программируют и дрессируют на то, чтобы они отравляли себя. И хватит уже выставлять эти привычки в положительном свете. От них одни лишь беды. Правильно, внученька. Да и продажу отравы следует перенести в специальные торговые точки, подальше от населенных пунктов. Нужно очистить от ядов продуктовые магазины, кафе и рестораны, убрать отраву с глаз долой. Заметь, запрет при этом отсутствует. Все желающие смогут ездить за ядом в спецмагазин. Но каждая такая поездка будет теперь напоминанием, что едут они за ядом, и в дороге у них появится время подумать о своей привычке. Представь, что будет с людьми через 2-3 года такой жизни. Люди вернут себе трезвость, дедушка, и вовсе перестанут ездить в эти специальные магазины. Я в этом уверена, потому что жить трезво – это естественно. С трезвостью и здоровье крепче, и ум ясный, и дела ладятся. Да, внученька, каждый из нас приходит в этот мир трезвым. И тот, кто по-настоящему дорожит трезвостью, тот, кто понимает, насколько она ценна, всегда трезвость бережет. Такого человека обмануть и выдрессировать, словно животное, не получится. Смотри, деда, бабушка с шариком нас уже ждут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова